Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше большое прохождение в звездном мире Номан Скай на максимальном уровне сложности с перманентной смертью. Выполнил я задание Надо и Пола, нужно было убить 70 пиратов, я это сделал, и пойдемте получать свою награду. Посмотрим, что нам даст Пола за это задание, надеюсь, что-нибудь очень интересное и значительное. Здравствуй, Пола. Друг, как прошли твои странствия? Рассказать ему об открытиях, потому что первые два я уже совсем недавно сдавал. Чудесно, друг мой, в нашем маленьком мире столько всего, что стоит увидеть, изучить, сохранить. Я поддержу твои усилия, прошу, возьми. Да меня не надо упрашивать. Друг, собранные во время боя со стражами данные проанализированы и каталогизированы. Пора двигаться дальше. Я согласен, Пола. Какое задание ты дашь? Не умирай, друг. Это ненужная трата данных. Хи-хи, я шучу. Я буду по тебе скучать. Мы с Пола приветствуем друг друга, как друзья, как верные товарищи, много путешествовать среди звезд. Я знаю, что у Гека есть секрет, но я верю, что в свое время он поделится со мной. А пока что Пола призывает меня стать самым лучшим исследователем, довести себя до предела возможностей. Во вселенной есть места, где выжить не удавалось еще никому, но возможно мне покорится то, что было не подвластно другим. Найти данные для Пола, данные для выживания. Сейчас посмотрим, какое он нам даст следующее задание. Может быть, мы его уже сделали? Так, зеленая галочка появилась. Похоже, мы это задание уже сделали. Ну что ж, давайте сдадим. Пола, ты даже не представляешь, на каких ужасных планетах я был. Мне было трудно сосредоточиться на докладах, друг мой. Твое возвращение из опасных атмосфер никак не шло из головы. Расскажи мне все. Дать информацию о выживании. Пола полон зависти, когда я рассказываю ему о чудовищных климатических условиях, в которых мне удалось побывать, и об ужасных путешествиях под обжигающим дождем и в удушливую жару. Пола переполняет вдохновение, и он передает мне результаты работы над новым изобретением. Попросить технологии экзокостюма, мультитула или звездолета. Ну что мы давно не просили? Мультитул давно не просили. Давайте попросим. Борись только для того, чтобы выжить, друг мой, цени чудеса галактики. Друг, теперь у меня очень много информации, и мне все это нужно обработать. Что ж, обрабатывай. Далее модуль геологической пушки Б-класса. Пойдемте поговорим с священником. Надо? Здравствуй, Надо. Надо пробудился в тени Корвакса Прайма. Итак, что же он нам даст? Надо больше не одинок. Надо сообщает мне, что он священник Корваксов. Затем начинает засыпать меня вопросами о вселенной, демонстрируя высокий уровень любознательности и свободы мысли. Как раз за это Корвакс разрушили связь Надо со своим коллективным разумом, и загнали его на границу пространства и времени. Сущность священник Надо уже почти сдался, когда наконец-то он встретился с Пола, его единственным другом. Надо подмигивает мне, ожидая моего вопроса. Он вернет меня на путь Атласа, направит меня к галактическому ядру, или поможет в моем странстве. Это единственное, чего он желает. Можно спросить краткий путь к центру. Давайте попросим все-таки какие-нибудь ресурсы, потому что мы черную ядуру уже знаем, где находится. Надо передает мне ресурсы, которые пригодятся мне в дороге. Ну что ж, перевести данные об этапах. Мы, кстати, штуки 3, наверное, еще сделали. Тут почему-то мало, 50 нанитов. Давайте посмотрим, какой здесь у нас мультитульчик. Ну, что-то так себе. Б-класс, 12, 26. Нет, не интересен. Спасибо большое. Ну все, друзья, я от вас тогда улетаю. У нас остался путь Атласа, осталась чистка. Нам нужно продвигаться к центру галактики. И можно опросить компьютер базы. Но самое главное, мы с вами в прошлой серии получили все знаки портала. Сейчас я вам их покажу. Все 16 знаков портала. А это значит, что сегодня мы можем улетать за новым мультитулом. За самым лучшим мультитулом в игре. Ну что ж, друзья, не будем тянуть. Полетели сразу выполнять это задание. Для начала мы заглянем на космическую станцию. Нам сейчас нужно найти лучший мультитул в игре. Ну и заодно, если получится, нам нужно найти еще и лучший звездолет в игре. Пойдемте посмотрим, какие здесь есть звездолеты. Система богатая, система с геками. Можно будет подождать здесь. Но нам сейчас нужно не это. Нам нужно найти инопланетный монолит. Для чего? Для того, чтобы получить лучший мультитул в игре. Он получается через портал. Здравствуй, мой друг. Похлопать его. Это нам ничего не сказал. Давай здесь. Мне нужны координаты инопланетного монолита. Пытаться разогнать дыньку. Тоже ничего не сказал. Ладно. Давай, торговый представитель точно знает, где находится инопланетный монолит. Я могу ему подарить реликвию геков. Могу попросить указать путь. И только не давай мне капсулу. Да, обнаружен инопланетный монолит, друзья. Это именно то, что нам сейчас надо. Для того, чтобы найти лучший мультитул, сначала нужно найти инопланетный монолит. Ну, я даже не буду сейчас опрашивать всех остальных. Я потом сюда вернусь и опрошу всех остальных. Так, это система с геками. Чтобы инопланетный монолит сработал, там нужно реликвии геков. Если не ошибаюсь, у меня было парочка. Сейчас посмотрим. Реликвии геков. Так, коровский скафандр. Да, есть одна реликвия геков. Обязательно купите эту реликвию. Купается она легко на любой торговой станции. Как найти торговую станцию? Тоже легко. Выходите в космос, выбираете экономический сканер и сканируете. Все, обнаружен торговый пункт. Вы там высаживаетесь и спокойно берете вот этот вот реликвию геков. А нам сейчас нужно куда-то на вот сюда инопланетный монолит найти. Это он? Да, он инопланетный монолит. Вперед, друзья! Я надеюсь, что сегодня мы получим лучший мультитул в игре. Итак, мы приближаемся к инопланетному монолиту. И этот инопланетный монолит должен нам показать путь к порталу. Пойдем, здесь какое-то растение рядом стоит. Не забывайте опрашивать вот эти вот столбики. Они дают нам знание слов, знание геков. Их обычно по три штуки стоит. Раз, два. И где-то здесь должен быть еще и вот он, третий. Ну все, пойдемте. Мне уже не терпится получить самый лучший мультитул в этой игре. Заходим и разговариваем с монолитом геков. Подчинение. Гек, первый перворот. Требовать помощь. Давать. Я осматриваю поверхность монолита, как вдруг меня хватает шершавая лапа. Несмотря на то, что она сломана и вся потрескалась, держит она меня крепко. А из ожившего камня появляется древний металлический клюв. Он выкрикивает что-то на неизвестном мне древнем языке, не понимая, кто я. Мы здесь можем выполнить вот это вот задание и нам дадут координаты древних руин или еще что-нибудь интересное. Но нам нужно обязательно найти портал. Для этого я взял реликвию геков. Если бы я был в системе с вайкинами, то нам нужно было бы взять вайкинский кинжал. Ну и соответственно, если бы вы были в системе с корваксами, то нужно было бы взять корваксовский скафандр. Поэтому мы отдаем вот эту реликвию. И смотрим. Где-то появились координаты портала. Это портал? Да, портал. До него 10 часов. Сейчас мы быстро туда долетим. И все, друзья. Практически мультитул С-класса у нас в кармане. Нам бы еще корабль поменять. Скажу сразу. Я за кадром ждал примерно 6 часов. Я перелетал от планеты к планете. Я перелетал от одной торговой станции к другой. 6 часов я играл для того, чтобы найти звездолет С-класса. Но, к сожалению, у меня так и остался. Вот мой текущий звездолет С-класса не было. Да, были хорошие А-класса 48-8. И я сейчас уже думаю, что, скорее всего, нужно было взять этот звездолет А-48-8. Но я просто удивлен. Все прошлые разы, когда я создавал аккаунт, у меня находилось самое долгое. Самое быстрое – это буквально одна минута. Это самое мое первое прохождение было. Это было удивительно. Я только сел на торговую станцию и сразу же получил звездолет. А самое долгое, я не помню, вроде бы пару часов. Я тоже перелетал, перелетал с системы в систему. И нашел себе звездолет С-класса. Ну все, мы прибыли к порталу, друзья. Высаживаемся. И вперед за лучшим мультитулом в игре. Объясняю, что такое порталы. Порталы – это как телефоны. Если вы знаете телефонный номер, вы можете позвонить кому угодно, с кем вам интересно разговаривать. То же самое и портал. Если вы знаете координаты какой-то планеты в какой-то системе, то вы можете туда переместиться. Ну что ж, для того, чтобы портал заработал, его сначала нужно зарядить. Поэтому давайте введем все необходимые ингредиенты. Главное, чтобы у меня это всего бы хватило. Потому что я не помню, собирал ли я здесь. Вот так, натрий, нитрат, натрий, ионизированный кобальт, кислород. Вот эти вот все. Давайте здесь натрием заправим. Здесь кобальта мало. Ну, надеюсь, что у нас и углерода, и сжатого углерода просто навалом. Поэтому тут натрий зарядим. Я просто специально экономлю для того, чтобы, если вдруг понадобится вот один из этих вот материалов, у меня он был. Ну вот сжатый углерод у нас вроде бы есть. И здесь, ну пусть будет нитрат натрия. Все. Мы зарядили. Портал. Обнаружен вторичный разрыв. Запуск системы автоматической диагностики. Я закрываю глаза и подхожу к порталу. Я не удивляюсь, если портал, когда я их открою, уже исчезнет. Но он по-прежнему здесь. Реальный, как и все вокруг. Он ничем не отличается от любого другого сооружения на любой другой планете. Нужно продолжать. Я могу запросить координаты этой самой планеты. Кстати, это бы было, скорее всего, неплохо для того, чтобы вернуться в ту же самую систему. Как я обычно делаю. Я беру вот так вот мобильный телефон и фотографирую эти знаки. Чтобы, конечно же, их не запоминать. Все. Я это сделал. Теперь мы уходим. А теперь нам нужно активировать портал. Что ж, давайте введем соответствующие знаки. Вот здесь эти знаки вводятся. И появляются межпространственные соединения между различными планетами. Я знаю координаты той самой планеты, где находится лучший мультитул в игре. Поэтому я его ввожу. Вы можете записать. Можете также сфотографировать. Посмотрите. Первая у нас идет птичка. Вторая идет медуза. Где она у нас? Вот медуза. Потом идет такая стрекоза. Вот она у нас. Потом идет рыбка. Рыбка. Опять медуза. Дальше динозаврик. Теперь где? Вот такой вот сюрикен. Опять рыбка. Потом вот такой вот шестиугольник. Дерево. Теперь непонятная такая луна. Где она у нас? Я не вижу. Вот такая луна. И еще одна рыбка. Давайте проверим. Птичка. Медуза. Стрекоза. Рыбка. Медуза. Динозаврик. Сюрикен. Рыбка. Шестиугольник. Дерево. Вот такая вот штуковина. И последняя рыбка. Все. Я правильно ввожу координаты этой планеты. Тут есть одно важное дополнение. Многие не смотрели. Не до конца, видимо, посмотрели мой гайд. Как открыть вот этот вот портал к лучшему мультитулу в игре. Объясняю. Смотрите. Нужно обязательно находиться в системе в самой первой. В Эвклидовой галактике. Если вы уже прошли центр галактики. Либо выполнили все задания Атласа. То тогда вы не сможете попасть на эту планету. Вернее, вы на эту планету сможете попасть. Но там не будет лучшего мультитула. Поэтому не торопитесь перепрыгивать через центр галактики. И не торопитесь выполнять все задания Атласа и все задания чистки. Спокойно сначала экипируйте себя, свой звездный корабль, свой мультитул и свой грузовой корабль. Ну что ж, пошли. Не будем ждать. Сейчас мы должны переместиться в эту самую планету. Очень надеюсь, что все еще работает после многих патчей. Потому что я это открыл, когда еще было лето прошлого года. Но надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас мы перемещаемся в нужную нам систему. Итак. Урмус. Здесь вы найдете мультитул С-класса. Ну что ж, друзья. Здесь, как вы видите, очень популярная планета. Вся она уже заселена какими-то людьми. Как сюда попадают, я не совсем понимаю. Но как я делаю? Потому что на память я не помню, где именно находятся координаты. Я взлетаю в космос. Сразу поднимаюсь вверх. Выхожу из атмосферы этой планеты. Вот так примерно. Все. И начинаю смотреть на планету. Смотрите, как я делаю. Вот берем планету, крутимся. И смотрим, где здесь такое разделительные кольца. Вот у нас разделительные кольца. Если я правильно помню, что перелетать нужно вот куда-то сюда. Давайте попробуем туда перелетить. Так, смотрим внимательно. Должны быть посадочные платформы. Вот посадочные платформы. Ну давайте высадимся, раз здесь бесплатная парковка есть. Все, высаживаемся. И если все правильно, то сейчас игра должна немножко подвиснуть. Так, странно. Ничего не подвисло. Возможно, я прибыл не туда. Ну что ж, теперь смело идете вот к этому ящичку. И смотрите. Он это или не он? Мультитул С-класса. 24, 28, плюс 100. Но сравнить 6 миллионов он стоит. Конечно же, мы его берем, этот мультитул. Это самый лучший мультитул в игре. На 24 ячейки. С самыми большими процентами по сканеру и по добыче. По урону есть еще лучший мультитул. Есть инопланетный мультитул. Но я... Так как No Man's Sky это игра не шутер и не про войну, то лучше всего вам пригодится именно сканер и добыча. Поэтому вы, конечно же, его сейчас берете. Посмотрите, насколько он у вас лучше. Соглашаетесь? У вас должно быть не меньше 6 миллионов. Но я думаю, к этому времени вы уже сделаете миллионов. 100 или 200. Так, я соглашаюсь. И... Подождите минутку. Нет, сделаем не так. Смотрите. Я могу разобрать несколько модулей и получить несколько дополнительных себе металлов. Поэтому я пока... Ты никуда не девайся. Я сейчас в своем мультитуле, вот в этом мультитуле, разберу все, что только можно. Это разбираем, это разбираем. Все. Так. Это даже можно разобрать, оказывается. Разбираем все по максимуму. К сожалению, эти модули с собой забрать нельзя. Вот это... Вот эти два... А, тоже разбираются. Странно. Только расщепитель... Только расщепитель не разбирается. Все остальное разбирается, друзья. Ну все. Мы забрали все отсюда с нашего мультитула. И теперь можно смело покупать лучший мультитул в игре. Сравниваем. Соглашаемся. И получаем лучший мультитул в игре. Ну что ж, друзья. Я вас поздравляю. Посмотрите, какой у нас классный мультитул. Теперь нам осталось самое малость. Достать самый лучший корабль в игре. Здесь можно выполнить различные задания. Можно получить наниты. И давайте я вам покажу еще одну хитрость. Если сейчас... Ну давайте быстро заглянем на торговую станцию. Что здесь можно купить. Я, кстати, давно не помню, что здесь есть интересного. А здесь все стандартно. То есть это обычное местоположение. Смотрите, какой момент. Если я сейчас сохранюсь и перезагружу игру... Давайте я вам покажу. Если я сейчас сохранюсь и перезагружу игру, то там появится другой мультитул. Вот давайте я сохранился и перезагружаюсь. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что стало с лучшим мультитулом в игре. Но насколько я помню, так как я уже купил мультитул, то здесь все мультитулы обнуляются. Поэтому мы сейчас ничего не увидим. Но если бы вы отказались от первого мультитула, хотя я не знаю ни одного человека, который бы отказался от такого крутого мультитула, да, то бы у вас вот здесь бы был инопланетный мультитул. Я специально хотел себе взять именно этот. Поэтому улетаем с этой планеты. Теперь, друзья, есть два способа. Первый способ. Мы можем вернуться вот к нашему порталу. Где он у нас? Вот наш портал. И перепрыгнуть обратно в ту же самую систему. А также мы можем посетить космическую станцию. Посмотрим, какая здесь необычная космическая станция в системе с лучшим мультитулом. Если не ошибаюсь, там будут продавцы. Они тоже будут продавать очень крутой мультитул. Но, конечно, уже не такой крутой, который мы взяли. Но тоже хороший. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Если не ошибаюсь, должен быть, да, неплохой мультитул. Посмотрите. 18, 16, 31. Ну, если честно сказать, так себе. Нам, кстати, такой уже мультитул попадался. И все, пора покупать уже модули. Наверное, здесь есть хорошие модули. Нам сразу для мультитула нужно что-нибудь купить. Плазменного копья. И все. Да, друзья, и все. Реально больше нет ничего. Ну что ж. Нам нужно теперь отыскать самый лучший корабль в игре. Давайте сейчас это сделаем. О, какой нет. Это неинтересно. Вот это. Что за корабль? Б-34. А что за система достойная? Давайте я вам покажу, что стало с телепортом. Так как в этой системе активирован портал, он глушит все сигналы. Поэтому, смотрите, телепорт недоступен, помехи портала. Портал либо нужно закрыть, либо выпрыгнуть из этой системы. Поэтому переместиться отсюда вы, к сожалению или к счастью, никуда не сможете. Давайте посмотрим, так как система все-таки редкая. Посмотрим, что здесь есть на покупку. Может быть, какое-то особое, необычное. Нет, здесь ничего не особого и необычного нет. Ну все, улетаем к порталу. Посмотрите еще один момент. Здесь недоступна карта. То есть, когда вы вызываете галактическую карту, она становится недоступной из-за того, что у нас помехи портала. Поэтому, как вернуться обратно? Ищите тот самый портал, с которого вы только что прилетели. И через него обратно прыгаете в свою систему, с которой вы стартовали. Не именно стартовали в игре, а с которой вы перепрыгнули вот этот вот портал. Вот что я имею в виду. Так что возвращаемся и возвращаемся обратно. Ну что ж, поздравляю, мультитул мы получили. Теперь бы еще с кораблем космически разобраться. Я, пожалуй, сейчас этим и займусь. Лиу был здесь. Может быть, тоже поставить себе какую-нибудь станцию связи и написать, что я здесь был. Чтобы все знали, что Никодим взял самый лучший мультитул в игре. Ну да ладно. Мы можем перепрыгнуть отсюда обратно в свою систему. Погнали, друзья. Ну что ж, друзья, мы вернулись домой. Давайте сразу же опросим, то ли это самая планета или нет. Вы помните, что я вам говорил, что нужно сфотографировать координаты в своей собственной системе. Запросить координаты этой планеты. И я сверяю. Да, две медузики, потом такая штучка, треугольничек, шалашик. В конце рыбка, два дерева. Да, это та же самая динозаврик, сюрикен. Да, это та же самая система. То есть мы полностью вернулись назад. И можем продолжать наше большое прохождение в звездном мире. Вот таким вот довольно простым способом вы можете получить лучший мультитул в игре. И не верьте тем, кто пишет в комментариях, я там ничего не нашел, ничего не получается, автор там гад. Я наглядно показал, как легко и просто буквально за пару минут все сделать с самого начала. Теперь у меня в игре текущие две задачи. Первая и самое главное, это получить хороший звездолет С-класс. Вторая, нужно немножко улучшить свой флот. Исследовательские корабли мне не нравятся, а боевых кораблей я, к сожалению, да, я почему-то не вижу совсем боевых кораблей. Посмотрим, какая у нас система. Система благополучная, мирная, гековская. То есть, если я сейчас найду торговую станцию, где-то здесь, кстати, у нас уже она находилась, торговая станция, мы можем высадиться и долго-долго ждать вот торговые станции. И ждать, когда прилетит самый крутой звездолет С-класс. Надеюсь, что нам так же повезет, как с мультитулом. Ну, с мультитулом нам не повезло, мы точно, отчетливо все знали, как делать с самой первой секунды. Здесь же чисто рандом. Как повезет. Можно, я говорю, буквально одну секунду подождать, и прилетит нужный вам звездолет. А можно, как я вот уже шесть часов, реально шесть часов играю, шесть часов ждал на различных планетах. И мне так и не попадается корабль С-48-8. Да, мне попадался А-48-8, он, кстати, даже был хуже, чем мой. Ну, кроме количества ячеек, конечно же. Но я хочу все-таки получить свою С-ку. Ну что ж, засекаем время, когда на этой планете я найду свой лучший звездолет. А пока мы опросим все, что есть по сторонам. И нам надо, кстати, перелететь по различным космическим станциям и прокачать свой мультитул. Сделал я все классически, перелетел в систему с геками и в богатую систему с геками. Здесь А-30, здесь Б-27. Мне интересно. Во, какой звездолет, только не улетай. Нет, С-42-6. Вот я бы такой звездолетик бы себе взял. Правда, мне нравится, когда крылья чуть-чуть поближе к самому звездолету. Вот такие мне звездолеты нравятся еще больше. Ну, пока нашего звездолета нет, я буду стоять и ждать. А что стоять? Давайте сразу же прокачаем свой мультитул. Смотрите. Здесь у нас вот так вот пойдет все со сканером. Раз, два, три, четыре. Там есть тоже улучшение. Здесь у нас вот как-то вот так вот пойдет расщепитель. Раз, два, три. Да, надо сразу же, наверное, поставить улучшенный расщепитель. Давайте это сразу же сделаем. Где у нас улучшенный расщепитель? Странно. Что-то не хватает. Герметика не хватает для улучшенного расщепителя. О, какой самолет садится. Давайте посмотрим. Ну, Б-45-7. Ну, что ж вы творите-то? Где же мой звездолет? Нужно сделать герметик пока. Герметик. Вот. Все. И этот мы смотрели. Но это неинтересно. Это тоже все. Это наш звездолет. Давайте продолжаем все делать, друзья. Здесь мы ставим улучшенный расщепитель. Продвинутый раз. И здесь у нас будет вот три модуля на улучшение расщепителя. Дальше плазмомет. Нет, не так будет. Плазмомет мы поставим вот так вот. И здесь дальше я очень люблю импульсный скорострел. А потом уже личное силовое поле. Что, кто сел, куда сел? Сейчас посмотрим. Это наш звездолет. Посмотрим, что мы еще тут можем сделать. Какие улучшения. Рециркулятор волн. Во, ионизатор ствола можно сейчас прям поставить на плазмомет. А давайте сейчас прям это и сделаем. Ионизатор ствола. Так, все правильно. Улучшает точность. А сюда мы поставим куда-нибудь вот сюда. Мы поставим рециркулятор волн. Да. Вот так вот соединился. А здесь мы поставим три модуля S-класса на сканер. Который мы, надеюсь, скоро очень купим. Так, кто-то прилетел. C-25. Ну что ж, у нас теперь самое долгое и нудное занятие. Мы должны стоять и наблюдать, когда прилетит лучший звездолет. Вот я отсюда часто стою, но вот если планета не агрессивная, вот здесь вот, к сожалению, она агрессивная, но очень медленно убавляется. Здесь очень удобно стоять и вот так вот смотреть на все звездолеты. Просто крутишь головой одной рукой, второй рукой можно попить кофе, потому что занятие, это я говорю, может быть от одной минуты до одной недели. Но надеюсь, что за неделю мы точно найдем свой лучший звездолет. А также отсюда можно просматривать летящие звездолеты. C-20. Вот так вот. Все, кто на подлете подлетает, вы можете их смотреть. А-19. Вот еще один звездолет подлетает, нам он неинтересен абсолютно. И вот таким вот образом можете смотреть за звездолетами. Они прямо над моей головой пролетают. Посмотрите, как классно. Это кто такой? Когда звездолет уже заходит на посадку, то его просканировать почему-то невозможно. Только те, у кого зеленый хвост. Вот эти звездолеты вы можете посмотреть. Я предлагаю, друзья, поступить следующим образом. Так как это очень долгое занятие, вот так вот стоять и ждать, я включусь тогда, когда я найду свой лучший мультитул S-класса. Спустя пару часов и перелетев еще десяток различных систем, я так и не нашел нужного мне звездолета S-класса. Был один звездолет S-класса, но он был там на 42 ячейки. Я его отпустил. Мне такой не нужен. И я вспомнил одну очень важную вещь, которую я вам забыл рассказать. Как нужно правильно искать нужный звездолет? Ну, вначале я рассказал, что нужно перелететь в богатую систему. Если вы хотите получить торговый звездолет, то к Гекам. Если вы хотите исследовательский, то к Корваксам. А если вы хотите боевой, то к Вайкинам. Но я забыл рассказать вам одну вещь. В каждой системе существует 3 плюс 4 нужных вам звездолета. Что это значит? Сейчас я вам все объясню. Смотрите, например, мы ищем тягачи. В каждой системе есть стандартно по 3 тягача. Неважно, куда вы сядете. Например, Корваксам или Квайкинам все равно 3 тягача будут гарантированы. Но чтобы было больше разнообразия, вот я имею в виду по форме, чтобы было больше разнообразия, вам нужно перелететь именно в систему с Геками. Тогда у вас добавится еще 4 различных вида вот таких вот тягачей. И вы уже будете выбирать не из 3, а из 7 различных видов тягачей. Это, конечно, лучше. И скажу больше. Если вы все 7 тягачей посмотрели, то можете смело улетать из этой системы. Никаких новых звездолетов, тягачей не добавится. Как я обычно делаю. Вот я вижу вот такой вот тягач. У меня всегда лежит листочек рядом, чтобы не запоминать все 7, как они выглядят. Я всегда зарисовываю, например, два прямоугольничка по бокам и в середине, к примеру, у него кабина. Или, например, профиль зарисовываю вот такой вот. Например, зарисовываю вот такой вот профиль. Здесь согнуты и вверх, и по бокам вот такие вот штыри торчат. После того, как я увижу все 7 звездолетов, можно смело покидать эту систему и перелетать в следующую. Когда я вчера ждал 40 минут, я именно ждал последний седьмой вид. Я не знаю, может быть, я ошибся, может быть, я просчитался, но седьмой вид так и не прилетел. Седьмой вид тягача. Если вы хотите, например, истребитель, тогда высаживайте систему с вакинами и также ищите из семи различных истребителей. Вот это, наверное, одно из самых главных, что нужно знать. Также хочу сказать, что в каждой системе, даже в бедной, есть один звездолет С-класса экзотический. Он есть всегда, но разница состоит в том, что вот новая разновидность, сейчас я тоже ее зарисую. Но разновидность состоит в том, что если вы в богатой системе, тогда у вас будет по 20 ячеек основных. А если вы в бедной системе, то у вас максимум будет там 15-16 ячеек. Так что все-таки лучше всего перелетайте в богатую систему. У меня осталось раз, два, три, четыре, пять. Еще два звездолета. Да, два вида тягача еще не прилетело. Я их сейчас буду ждать. И когда нужный мне тягач прилетит, тогда я его куплю. Смотрите еще какой момент. Например, вам понравился вот, к примеру, вот такой вот тягач. Сколько это у нас? А, 29-4. Ну, неважно. Смотрите, вам, например, понравилась вот такая вот форма. Всякий раз, когда звездолет высаживается на торговую платформу, у него генерируется, ну, при подлете даже уже, у него генерируется вот эти вот количество ячеек и его класс. Если вам, например, вот прям именно хочется такой звездолет, сейчас я его тоже быстро зарисую, вот, если вам именно такой звездолет хочется, то, а он прилетел, например, А-класс, а вам надо С-класса, то вы просто бегите, сохраняйтесь в своем корабле, выходите и заново перезагружаетесь. После этого ждите, когда прилетит опять этот звездолет и так до бесконечности. Может, вам повезет сразу же. Может, вот такой уже был. Итого у меня получился раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, всего шесть. Седьмой так и не прилетел у меня тип звездолета. Странно, очень странно. Ладно, я тогда еще подожду, поперелетаю еще с планеты на планету. Просто я вспомнил, поэтому решил дополнить свое прохождение вот этим важным, очень важным замечанием. В который раз ко мне прилетает уже звездолет С-класса, экзотический. Но этот звездолет плохой, у него всего 15 ячеек, хотя и характеристики у него очень даже неплохие. До сих пор я не могу найти своего звездолета. Все время прилетает не то, что нужно. Вот таких мне прилетало уже штуки три или четыре, я их все отпускаю. Кстати, на 20 ячеек больше не было ни одной. И один раз мне прилетел звездолет что-то там типа С-34-6, вот что-то в таком роде мне прилетел звездолет. Тоже ничего не было интересного. Нежданно-негаданно летал по планетам я, летал по различным станциям и никак не мог встретить себе нужный звездолет С-класса. И вот я прилетел на очередную станцию, только высадился, вот только высадился, пошел, и меня чуть не сбил вот этот вот звездолет. Красавчик, посмотрите какой. Не сказать, что я его ждал случайно. Конечно, я уже на планете, на торговой станции записал, какие здесь есть звездолеты. И я заметил, что здесь есть вот этот вот очень красивый звездолет с крыльями, который мне нравится. И, наконец-то, я увидел звездолет С-класса 48-8. Конечно же, мы сейчас его купим. Давайте посмотрим. Итак, друг, звездолет. Ну, тут все понятно абсолютно. Торговец указывает на свой грузовой отсек, а я ему указываю на его звездолет. Посмотрите, какой классный звездолет. Можно обсудить с ним цену. Стоит он 96,5 миллионов. И у него 48 ячеек основных, 8 ячеек технологических. Так что этот звездолет, смотрите, он и по урону превосходит, и по счетам великолепный. И по гипердвигателю тоже отличные цифры. Что ж, давайте все переложим сначала. Все, что у нас есть в нашем звездолете, чтобы не забыть. Обязательно все вот это нужно перегрузить в новый звездолет. И теперь будем разбирать ячейки. Если не ошибаюсь, да, можно все ячейки разобрать. Потому что с собой вы это взять уже, к сожалению, не сможете. А вот эти запчасти, которые вы разобрали, вы их можете взять в виде вот различных товаров. Эмерила, натрия там и всего остального. Так, забираем технологические модули. Все разбираем, что только возможно по максимуму. Фотонная пушка не разбирается, щит не разбирается, гипердвигатель тоже не разбирается. Взлетный ускоритель не разбирается и импульсный двигатель. Все, мы разобрали все, что можно. Здесь, к сожалению, вот эти вот, я помню, они не разбираются просто так. Смотрите, как можно сделать. Не отходите от этого звездолета, иначе он улетит. Переключайтесь быстро на свой звездолет. Переключайтесь на технологические ячейки и все тоже, тоже по-быстрому разбирайте. Все, вы полностью разобрали в общих ячейках, в технологических ячейках. Все полностью разобрано. Опять заходим в интерфейс этого звездолета. Обсудить цену. Так как мы отменили, здесь, конечно, все сбросилось, поэтому я сейчас быстро все переложу заново. Здесь все, все, все аккуратно, ничего не забываем. Перекладываем все, разбираем. И вот таким вот образом выгружаете все в новый звездолет. Это все вам потом пригодится для того, чтобы делать вот эти вот новые модули. Конечно, S-модули вы уже заменить не сможете, потому что они покупаются. Но все эти запчасти вы сможете потом использовать. Все, вот эти вот пять блоков, они не разбираются. Ну что ж, друзья, поздравляю, у нас вышла замечательная серия. В предыдущей серии мы с вами получили, пусть не S, но отличный A-класса грузовик. В этой серии мы получили лучший мультитул, а также получили лучший звездолет в игре No Man's Sky. Я могу его купить, могу его обменять. Если купить, то тогда у меня останется и вот этот вот мой звездолет, который мне задаром не нужен. И новый добавится. А если я нажму обменять, то вот эта сумма пойдет в зачет. Конечно же, нажимаем обменять. И все, друзья, поздравьте меня. Ура, Никодим, попрыгай. Я владелец нового супер, как он называется, гиперазарта. Миаса гиперазарта. Давайте придумаем, как переименовать этот звездолет. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте дадим ему супер, классное имя. Итак, теперь этот мой звездолет. И мне предстоит здесь теперь все заново прокачать. Мне придется перелетать от одной звездной станции в другой для того, чтобы купить себе самые лучшие модули. И потом я уже вам покажу, как нужно правильно все расставлять, какие модули нужно ставить. Ну и, конечно же, мы протестируем в одной из будущих серий оружие для вот этого нашего звездолета. Ну что ж, друзья, я безумно рад, что у нас все получилось. Я добился чего хотел. Я получил и лучший мультитул, и лучший звездолет. И именно такой, как я хотел. Потому что С-класс мне уже несколько раз выпадал, но он был не на 48 ячеек и без крыльев. Мне такие не нравятся. А вот такой, посмотрите, у него еще. Давайте сверху я вам покажу. У него крутятся вот такие вот два двигателя. Тоже выглядит очень прикольно. Здесь у него крылышки. И я безумно рад. Вы, наверное, чувствуете по моему голосу. Не успел я вылететь на своем новом звездолете с этой космической станции для того, чтобы начать его прокачивать. И вдруг на эту же самую станцию прилетел звездолет экзотический С-класса. Причем это не просто звездолет экзотический С-класса. Это самый лучший экзотический звездолет. Посмотрите, это С-26. 20 это максимальное количество ячеек в экзотическом звездолете. Ну и 6 технологических это также максимально. Я вот что думаю. Может быть, раз это максимально экзотический корабль, его купить. Пусть он у меня стоит в коллекции, не заменяя своего основного корабля. Давайте посмотрим, друзья, что это вообще за такой космолет и с чем его едят. Посмотрим. Купить звездолет. Сравним цену. Ну и посмотрите, он лучше, конечно же, по урону, потому что я летаю на тягаче заметно. Но он даже хуже по щитам. У меня 58% щитов, а здесь 56 всего лишь процентов. Ну и по гипердвигателю он также немножко получше. Я могу его обменять, причем абсолютно бесплатно, но я не хочу бросать свой звездолет С-класса 48-8. Я могу просто купить его себе в коллекцию. Да, давайте, друзья, смотрите, у него уже есть тут некоторые ячейки. Ну, в принципе, все стандартные. Хорошо, что взлетный двигатель стоит под взлетным. Это очень хорошо. Я могу сейчас его себе купить. И он у меня будет на моем грузовом корабле стоять в гараже. Давайте сейчас это сделаем. Покупаем этот корабль. Все, теперь у нас есть и вот наш корабль С-48-8, и этот корабль. Сейчас я его... Основной звездолет заменен. Знаете что? Давайте я сразу сейчас призову грузовой корабль. Полетели. Нам уже там нужно сделать... Наши бригады прилетели, они сделали там свои миссии. Вот какое у нас... У нас все пошло в последних сериях. Вообще все пошло суперклассно. Мы купили себе и звездолеты, и нашли мультитулы, и нашли грузовые крааун уже здесь стоит. Вот это да. Вот мои три корабля. Конечно, основной у меня будет С-48-8. Как вы видели, он не очень сильно проигрывает экзотическому звездолету, но зато сюда можно напихать столько мусора, что, мама, не горюй. Вот, он прилетел уже, перелетел как нужно, и наш самый первый звездолет. Столб лучезарный. В своем основном звездолете я уже немножко прибрался по ячейкам, сколько у меня было. Посмотрите, я поставил эффективные ускорители под эффективными ускорителями. Здесь отражающий щит под отражающим щитом, фотонную пушку тоже прокачал. И здесь что у меня еще есть? Да, я могу еще поставить широкие направляющие, чтобы у меня объединились ракетные установки. Для того, чтобы сделать разграничитель, мне нужен солевой рефрактор. Он у меня, кстати, есть в грузовых отсеках на моем грузовом корабле. За один вечер я сегодня... Видите, вот уже глюки начинаются. Посмотрите, посмотрите. Вот он уходит в потолок, этот звездолет. Он в текстуры задевает. Если вы прилетите на таком звездолете к атласу, то очень часто у него вот эти вот ноги пропадают под текстуры. И когда вы спрыгиваете, вы падаете... Там вот такая возвышенность. Вы падаете внутрь этой возвышенности. И уже оттуда вы не сможете выйти. Это очень прискорбно, когда вы играете на перманентном уровне сложности. Давайте посмотрим, что там наши привезли звездные корабли. И заодно я вам покажу, что я уже сделал на своем новом грузовом корабле. Ну, во-первых, очень просто. Я поставил опять... Ага, у нас сломался. Я поставил опять три комнаты флота. Скорее всего, я потом поставлю четыре комнаты. Вот еще одну вот здесь вот поставлю. Для того, чтобы сразу запускать по четыре экспедиции. Здесь, ребята, вы прилетели или нет? Два торговых корабля. Выслушать доклад командира. За кадром я купил еще один торговый корабль. Посмотрите. Торговцы нам привезли полмиллиона. И еще немножко вайкинских кинжалов. Отлично. Исследователь... А, нет, это шахтер, похоже. Да, это шахтер. Что нам шахтер привез? Выслушать доклад командира. Деньги, деньги, деньги. Какие-то минералы. И тоже деньги. Сколько? Больше миллиона юнитов. А также мы еще и геракс получили. И здесь у нас тоже шахтерский корабль поломался. К сожалению, придется его сейчас ремонтировать. Выслушать доклад командира. Что он успел? Активированный эмерил. И все, практически сразу же я его отозвал на ремонт. Ничего он не успел так этакого сделать. Ну что ж, друзья, давайте отправим какую-нибудь экспедицию. Сразу, чтобы не откладывать в долгий ящик. Здравствуй, друг, капитан. Посмотреть доступные экспедиции. Что у нас есть? У нас есть один исследовательский корабль. У нас есть промышленные корабли. И сбалансированные. Так, а о торговых я что-то вообще не вижу. Давайте вот промышленную экспедицию одну отправим. А, у нас С-класс повредили. Раз такое возможно? Этот самый первый корабль, он у нас плохой. Посмотрите, как смешно. Вот у нас промышленный, у него на С-классе всего 27 очков специализации. А вот, например, у нас есть Б-класс. У него уже 26 очков специализации. Это то, что покупал я. Когда он докачается до А или даже до С-класса, вот здесь уже будет в районе 40, а может быть даже еще и больше. Ну что ж, давайте мы отправим тогда вот эту вот промышленную экспедицию. Раз-два, раз-два, 50. Отправить экспедицию, пусть улетает. У нас там два торговца и один исследователь. Можно будет отправить смешанную экспедицию. Вот, у нас на 21 час. Нет, это слишком долго. Здесь очень серьезный, три звезды. У нас пока еще не прокачался нас исследователь. Вот этот вот на две звезды, кстати, можно. Но лучше всего, наверное, отправить на сбалансированную экспедицию, друзья. А именно, вот смотрите, исследователь, торговец. Ага, и тут еще торговец и исследователь. Давайте посмотрим, сколько это получилось. Два, 200 тонн. Что-то прям вот много. Непонятно, 14 часов. Так, давайте у нас два исследовательских корабля. Поэтому, если у нас два исследовательских корабля, отправим в специальную исследовательскую миссию. Я совсем забыл. Да, посмотрите, какой классный исследователь я купил. Я купил 27 очков специализации. У него 8 топлива. То есть, просто замечательный. Да, давайте берем его. И госпожу Мороз, которая у нас уже побывала в различных боях. Три звезды. Можно было даже отправить и предыдущую экспедицию. Всего 100 тонн. Отправляем эту звездную экспедицию. Я надеюсь, что наш С прокачается. Ну, все. У нас есть только два торговых корабля. Их уже тут некуда приспособить, как я вижу. Да. Ну, вот если только взбалансированную. Но что-то мне кажется, что это будет неправильно. Да. Это будет неправильно. Пойдемте отремонтируем промышленный корабль. Да. Что я еще сделал здесь? Ну, по стандарту, как всегда, я сделал лестницу. Здесь я сделал стандартных 6 ячеек хранилища. Раз, два, три. И раз, два, три. Вот так вот мы можем проходить внутри корабля. Здесь, как вы видите, я посадил растения. Причем теперь я посадил их по-умному. Смотрите, для того, чтобы нам сделать плату, нам нужно морозный кристалл и саланий. Собираем здесь, собираем здесь. Сразу же получаем. Ну, давайте, чего долго говорить-то. Вот сейчас мы собираем солнечный вьюм. Полностью собрали. И собираем морозный кристалл. Вот таким образом. Сейчас. И сюда. Надо будет переходить на другую сторону. Собрали. Теперь мы можем сделать... Теперь мы можем сделать тепловой конденсатор. Сделали. После этого мы можем собрать звездянику. Так. Собираем звездянику. И напротив звездяники собираем... Ой, нет. И напротив звездяники собираем мякоть кактуса. Это нужно для того, чтобы сделать еще один компонент для платы. Давайте посмотрим его. Он у нас называется... Вот, поливолокно. Странно, звездного лука всего 100. А мы собрали, значит, они... Вот же мы собрали звездный лук по 50. А, они... Все, я вспомнил. Звездный лук собирается по 25. Следовательно, вот здесь нужно посадить звездный лук. Давайте сейчас сразу же это сделаем. Вот, звездный лук. Нужно много парафиния. 25, 100 парафиния, короче, нам нужно. Для того, чтобы вот здесь вот все засадить звездным луком. Ну, ладно, я запомнил, нужно будет парафини. Вот так вот, таким образом, мы можем сразу же делать себе компоненты. А потом мы будем делать плату. Вот она у нас, плата. Из поливолокна и теплового конденсатора. И плать стоит по миллион. Дальше. Здесь я все по стандарту разобрал. Оставил только вот эти вот бочки. Хотя в дальнейшем, когда я их изучу, я их тоже уберу. К сожалению, вся моя коллекция вот этих вот инопланетных артефактов улетела вместе с моим предыдущим кораблем. Я вот смог найти только вот один артефакт у меня был в подсумке. Я его вот этот вот один артефакт поставил. Здесь, как вы помните, я буду делать нанитовую станцию. Пока я сделал лишь всего один большой очиститель. И мне знаете, что нужно? Мне нужно дейтерий сделать. А, еще вот что. Вот здесь я поставлю потом торговую станцию. Здесь у меня будет стол, стул и вообще моя рабочая зона. А здесь я для удобства сделал, когда быстро что-то собираешь. Вот так вот выгружаешь здесь два контейнера и с той стороны два контейнера. В зависимости от того, с какой стороны ты будешь находиться. Ну, вот как-то так. Я что вспомнил? Чтобы не отходить далеко от кассы, нам нужно с вами сейчас поставить тритий и поставить дигидроген. Вот дигидроген. Для того, чтобы сделать дейтерий. Нам нужен этот дейтерий для того, чтобы прокачать свой мультитул, а также из дейтерия делается некоторое вооружение для звездолета. Сейчас мы себе сделаем его такое необходимое количество. Итак, я сделал себе дейтерий необходимое количество. Насколько я помню, он нужен для того, чтобы вот здесь вот в мультитуле сделать импульсный скорострел. Здесь мы, друзья, с вами сейчас поставим импульсный скорострел. Вот сюда. И так как будет вот здесь третий модуль для плазмомета, то импульсный скорострел мы пойдем вот сюда будем загибать. Поэтому к импульсному скорострелу мы добавляем еще вот эту вот ячейку. Нужен тетракобальт и один технологический модуль. Сейчас мы прямо это сделаем. Тетракобальт у меня есть вот здесь вот в достаточном количестве. Только надо вспомнить, в каком? В первом или во втором контейнере. Вообще тут, конечно, нужно сделать небольшую приборку бы. Так вот, тетракобальт. Все, тогда делаем еще расширенные картриджи, улучшение для импульсного скорострела. Вот так вот. И вот здесь раз, два, три. У меня будет три С-класса для импульсного скорострела. Не знаю почему, я много пробовал разного оружия в мультитуле, но больше всего мне нравится именно импульсный скорострел или вот самый первый, самый простенький плазмомет. Как-то то ли я к нему привык, то ли он действительно выручает в самых неожиданных моментах. Когда, например, вот посмотрите, например, плазменное копье, да, это хорошая штука, бьет она очень хорошо, но когда ты в бою бегаешь, да к тому же тебя еще застали врасплох, то тут может быть проблема, надо именно успеть. Если цель будет двигаться, вы ее не сможете взять. Бластер-рассеиватель тоже хорошая штука, тоже хорошо бьет, но мне она не нравится как бы ни по урону, ни по удобству в бою. Как вы знаете, я никогда не беру плазмобластер и геологическую пушку, потому что из плазмобластера я всегда убиваю себя, вот всегда себя убиваю. А так как мы играем на перманентном уровне сложности, то этого делать, конечно же, нельзя. Манипулятор. Кстати, что ему не хватает? Одну углеродную нанотрубку. Давайте сейчас поставим палку-копалку. Одна углеродная нанотрубка. Одна углеродная нанотрубка. Сейчас вот так. И прокачаем. Знаете, куда лучше поставить копалку? Давайте прикинем, вот здесь у нас будет плазмомет, вот здесь у нас все будет забито вот этим импульсным ускорителем, скорострелом. Здесь, вот здесь самое идеальное место поставить ландшафтный манипулятор. Все, к сожалению, он не пристыковывается. Кто-то писал, что ландшафтный манипулятор якобы пристыковывается к расщепителю. Это не так. Он сам по себе. Его можно, в принципе, ставить в любое место, но вроде бы как по смыслу он подходит здесь. К тому же, если, вот я не помню, есть ли улучшители для личного силового поля. Вроде бы для мультитула такого модуля нету. И это может быть к лучшему. Вот посмотрите, как нужно прокачивать правильно мультитул, какие нужно правильно ставить модули. Еще есть модуль с каской. Сейчас я вам его покажу. Вот этот модуль с каской. Но я его никогда не ставлю. Он очень неудобен в бою, к тому же тут написано, что он повышает точность. Я вообще не заметил, чтобы он повышал хоть какую-то точность. Но когда ты переключаешься, здесь вот минус один написано. И как-то это так смущает в игре. Приходится лишний раз что-то кликать, чтобы еще раз переключиться. Мне это дико не нравится. Я вообще люблю, чтобы все было очень просто и быстро. Потому что если тебя застегнут врасплох, чтобы ты быстро успел как-то туда-сюда пострейфиться и успел отбиться. Дальше смотрим, что я сделал уже в своем звездном корабле. Пока еще ничего, но я планирую сюда купить три модуля. Это С, Б и А. Улучшающий гипердвигатель для грузового корабля. Я думаю, что нам нужно переименовать наш звездный корабль. Да, я его переименую, наверное, чуть позже. И здесь у нас все, в принципе, по-старому. Конечно, 34 ячейки. Это максимальное количество ячеек. Это уже очень много. И у нас здесь всего можно позабивать. А здесь нужен солевой рефрактор. Нам нужно взять соль или хлор. Где-то здесь у нас был. Вот, давайте возьмем хлор. Что-то я прям вот много взял. Нужно, наверное, отложить. Вот как-то так, скорее всего. Все. Сейчас я все сделаю, друзья. И у меня будет хороший прокачанный костюм. Мы можем начать брать задания у наших специалистов. Я их также сюда вернул, поставил. Ага, пока они еще не готовы. Видимо, сутки не прошли после того, как я здесь все оборудовал. Да, пока еще тоже не могут. Ну и, соответственно, этот тоже нам сейчас скажет уйти. И Вайкин нам тоже не даст мультитул. Все. Это, скорее всего, до завтра. Завтра они нам дадут новые задания. У нас все сегодня получилось. Мы взяли и лучший звездолет, и лучший мультитул, и, можно сказать, что лучший грузовик. С-класс, наверное, ждать придется очень долго. Этим придется заниматься. Если все-таки, вот, например, звездолет С-класса, ну, довольно легко, согласитесь, это несколько часов. Это довольно просто. То по поводу вот именно С-класса грузового корабля есть проблемы. Во-первых, нужно сначала играть не меньше 3-4 часов. Потом прыгать специально в богатые системы, на каждую третью-четвертую систему. Там вы вступаете в бой, предварительно сохранившись на космической станции. Поэтому взять С-класс здесь уже будет огромный труд. Это можно неделю или даже больше. К тому же разница между, например, А-классом и С-классом будет незначительной. Вот здесь у нас, ну, округляем 30, а там будет 50. Ну, даже меньше, чем в два раза. И ради этого вы будете мучиться две недели. Ну, кому-то, наверное, это важно. Кто-то, например, подбирает себе вид. Например, кто-то любит вот такие вот автобусы, вот как у меня автобусы. Причем некоторые любят, чтобы были там черные с зеленым или черные с желтым. Кто-то любит беленькие, бывает, вот разноцветные. А кто-то любит такие звездолеты, как «Звездных войн». Это такое треугольное крыло. Выглядит, конечно, устрашающе. Такой боевой звездолет. Но у этого, если вы посмотрите, оружие тоже не меньше. А я бы даже сказал больше. Это такой звездный галеон. По пути решил заскочить к нашим друзьям. Полу и надо. Давайте посмотрим, что они нам на этот расскажут. Здравствуй, Пола. Друг, как прошли твои странствия? Рассказать об открытиях. Чудесно, друг мой. В нашем маленьком мире столько всего, что стоит увидеть, изучить, сохранить. Я поддержу твои усилия. Прошу, возьми. Путешествия помогли тебе восстановиться. Найденные тобой в опасном походе данные очень меня порадовали. Но радость омрачена причиненными неудобствами. Новое задание поможет нам взбодриться. Я, конечно же, соглашаюсь. Я хочу кое-что тебе сказать, друг мой. Я должен был сказать тебе это еще очень-очень давно. Мой друг признается, что скоро умрет. Что жизни надо и Пола приближаются к завершении. Больше он ничего не говорит. Он отказывается объяснить свои слова. Однако он обязан попрощаться со всеми, кого знал. Я пытаюсь выразить свое глубокое сожаление, однако Пола вновь собирается с силами. Он просит меня отправиться в далекое путешествие, в места, которые не суждено увидеть больше никому. Он просит меня оставаться тем, кем я есть. Странником. Найти данные для Пола. Итак, собрать для Пола данные по исследованию космоса. Исследователь. Нужно еще сделать 75 прыжков. Я 48 уже сделал, так что это задание будет очень и очень долгое. Ну что ж, давайте поговорим теперь со священником. Надо? Здравствуй, надо. У тебя есть нанита для меня. Спросить краткий путь к центру, попросить ресурсы для исследования. Он мне передает. И перевести данные о важных этапах. Итак, он мне дал модуфотонные пушки, 50 нанитов. И все. Больше ничего нет. Собрать данные для Пола и следователь. Просто нужно будет прыгать из системы в систему, тем самым мы сделаем... Можно, конечно, посмотреть, какие здесь есть мультитулы, но у нас теперь самый крутой мультитул в игре. Здесь так себе. Ну все, пролетая мимо, я увидел просто аномалию. Решил выполнить задание на Дэй Полы. И полетим дальше исследовать мир на нашем новом суперзвездолете. Я уже немножко прокачал свой звездолет. Посмотрите, как я прибрался. Сначала в своем инвентаре. Все три ячейки С-класса я поставил вместе. И ячейку А-класса я поставил внизу. Здесь три ячейки на прыжок я поставил вместе. И ботинки я поставил внизу. Также три ячейки на панцирь я поставил тоже вместе. И здесь вот у нас есть свободное место. Здесь мы должны поставить защиту от токсинов. В технологиях я переместил отсюда вот сюда перчатки химзащиты для того, чтобы здесь сделать вот такой вот куб по системе жизнеобеспечения. Также здесь я сделал защиту по щитам и все по прыжковому. Здесь у меня будет память, а здесь будет ядро звезды. Так что все у нас продумано, все хорошо. Хотел показать, что я сделал с мультитулом. В мультитуле я поставил все три ячейки рядом. Здесь тоже три ячейки рядом. Здесь я начал прокачивать импульсный скорострел. Мне он очень нравится. А здесь у нас будет вот еще одна дополнительная ячейка по плазмомету. Вот как-то так. И теперь что у нас по звездному кораблю. Я купил хороший реактивный модуль импульсного двигателя. Он дает прям значительно увеличивает маневренность. Здесь я вкачиваюсь в фазовый луч и фотонную пушку. Мне почему-то в бою больше всего нравится именно вот этими вот тремя вооружениями воевать. Издалека сначала стреляете ракетами, потом стреляете фотонной пушкой, а потом уже вблизи разрезаете фазовым лучом. Вот примерно как-то так получается. Сюда я, конечно, поставлю все три модуля гипердвигателя. Ну и, конечно же, здесь я начал уже улучшать. Поставил два модуля военного и экономического сканера, модуль телепорта. Здесь будут три двигателя. Нам еще нужно сделать один индиевый. И вот сюда я, скорее всего, поставлю еще улучшители гипердвигателя, чтобы мой звездолет прыгал не на 131 световой год, а на больше, чем тысячи. Я надеюсь, что у меня все получится. Ну что ж, друзья, я безумно рад, что наша серия закончилась на позитивной ноте. Я все нашел. Дальше мы будем выполнять задание чистки, будем продвигаться в центру Вселенной. А также я хочу собрать все камни по пути Атласа. Этим мы займемся, скорее всего, завтра. А на сегодня, Никодим, скажи всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями, пишите ваши комментарии. А на сегодня все. С вами был Никодим. До скорых встреч, друзья.